Основную работу по выявлению нарушителей как карантина, так и режима самоизоляции проводят правоохранительные органы республики. Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. В пятницу на специальном брифинге заместитель министра внутренних дел по республике Татарстан рассказал о работе полиции в этот период, а также опроверг информацию о росте преступности и ухудшении оперативной обстановки. Предлагаю послушать ключевые заявления. С 1 апреля по республике были выставлены дополнительные заслоны, которые обеспечивают контроль за соблюдением ограничительных мер, установленных нормативными документами правительства республики, в том числе и по прекращению межмуниципальных перевозок пассажиров. На въездах в 14 крупных городах республики они работают в круглосуточном режиме, всего 81 пост, там где наибольший трафик потока транспорта. В иных районах работа организована мобильными группами. За время этой работы этими постами было проверено 937 тысяч граждан, более 868 тысяч автотранспорта, составлено около 400 административных протоколов по статье 20.6. Проверено 27,5 тысяч справок работодателей, но с признаками подделки и несоответствия требованиям постановления Кабинета министров было изъято более 2100 этих справок. Что касается объема выявленных нарушений, я тут хочу подчеркнуть, это ни в коем случае не карательные меры, это меры обеспечительные, они далеко не избыточные. Мы сегодня все находимся в состоянии войны с болезнью и готовы в случае крайней необходимости на проведение более серьезных обеспечительных мероприятий. Роста всплеска криминальной активности в период введения ограничений или по причине режима самоизоляции ни в республике, в целом ни в отдельных районах у нас нет. Число убийств покушения на убийство сократилось, разбойных нападений сократилось на 47%, до 98% подросло раскрываемых преступлений против личности. Вот ранее была озвучена информация о росте грабежей в период самоизоляции показания, но я хотел отдельно тоже доложить, что с введением карантинных мер число зарегистрированных преступлений в Казани на протяжении двух недель снижалось. Первая неделя на 8%, вторая на 14%. За последние две недели на улице города было совершено только 56 преступлений, их удельный вес в общем массиве района 11%. Это значение меньше, чем по итогам даже первого квартала этого года. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.